В дни, когда светлая радость Пасхи входит в православные семьи и освящает душу каждого верующего человека, особенно важно, чтобы эта радость вошла и в души тех, кто пребывает в болезни или заключении. На Светлой Седмице праздничную божественную литургию служили в воспитательной колонии города Колпино Ленинградской области. В храме святого мученика Иоанна Воина литургию служат один раз в месяц, и многие воспитанники колонии пришли на пасхальную службу. Ведь в местах заключения всегда не хватает радости. Изъясняя Евангелие, настоятель храма стремился донести каждой душе свет воскресения Господня и то, что без веры в подлинность этого события человек не может быть христианином. Это наш выбор. Мы можем либо верить в это, и тогда мы будем христианами. И тогда мы будем жить так, как заповедовал Христос, или стараться жить так. Или мы не верим. И тогда всё это проходит мимо нас. И мы живём только миром сим. Мы живём только материальным. И ничего великого, духовного в нашей жизни уже никогда не произойдёт. Священник не мог приехать служить в саму пасхальную ночь. Но в её часы воспитанники не остались без праздника и духовного окормления. Мы здесь были в 12 часов воскресенья. В столовой у всех куличи были и творог сладкий, и яйца были. И потом все желающие почти полным составом пришли сюда. Вот мы здесь, значит, молились пасхальным чином. Потом мы все трапезничали. Они вспоминали Пасху дома. Рассказывали, мы вспоминали разные события, и что им очень понравилось. Рассказали о том, что когда снисходит благодатный огонь, то арабская молодёжь тоже ждёт, радуется, и Господь их приветствует. Один раз их не пустили, не было огня. Я говорю, вот и у Господа не было, и молодёжь любит, и у Господа не было бы Пасхи, если бы вы такие молодые и хорошие сегодня не пришли в храм. Они так все улыбались, то есть они, конечно, чувствуют такую причастность к добру. Протеерия Александр Степанов уверен, что духовное исправление подростков невозможно без работы добровольцев, которые с года в год подготавливают почву для прихода ребят ко Христу. Предмет особой заботы – сохранение связи с церковью о вышедших на свободу воспитанников. Проблема служения в тюрьмах – это насколько эти перемены, которые мы здесь наблюдаем в колонии, они закрепятся, когда человек выйдет. А с ребятами сложность ещё та, что здесь очень немного ребят из Санкт-Петербурга. В основном это область, а область у нас большая, это там 200-300 километров в одну сторону от города. Или из Мурманска, из Архангельска бывает, из Новгородской области. То есть они вне зоны доступности для нас. От храма всегда тепло и ощущение Бога и доброты. Когда их провожаешь, мы ведём социальное служение по их запросу, одеваем их на выход, сопровождаем до вокзала. Вот, например, в Мурманске или в Новгородскую область до дома довозим. Они говорят, вы знаете, мы пока не встретились с вами, мы не знали, что такие люди бывают не именно со мной, а вот с нашей группой. Я говорю, значит, вы просто, может быть, когда не были в храме по месту жительства, и придумываем разные способы, как их пребывание в храме продолжить на свободе. Пожелаем настоятелю храма и работающим в колонии добровольцам помощи Божией в их непростом труде.